Девушки отдыхают Значит, что это? Скоро осень За окнами август Да? Образи внимание Оп! Ты гляди-ка что-то Вау! Саровский фронтический театр У нас есть персонализированный подарок Здорово! Вас будет видно и вы всегда В любую погоду сможете дойти До театра и купить Билет на премьеру Кроме стоят они сказочных денег Целых 300 рублей Ха-ха! Наши испытания Мы не просто так пришли с этим подарком Который нам одна гостья презентовала Это единорог Он сегодня исполнит роль Это будет Йорик Держите Ну что, Марина Владимировна? Надо сыграть Главную роль всех времен и народов Гамлета Быть или не быть Вот в чем вопрос Гениально Отлично Ты идем работать Гениально О мемах, за которые могут посадить О подарках чиновникам и новом театральном сезоне О чем говорит город Говорим и мы обсуждаем самые интересные на наш взгляд События последних дней в эфире «Соседский Wi-Fi» В студии Кирилла Васенин И Лидия Челаева Подключаемся Начнем мы, конечно, Кирилл, с твоей любимой темы С темы, которая тебя тревожит больше всего Да, я знаю, что ты стар, тебе тяжело работать И ты хочешь на пенсию Ну а что это? Четвертый десяток? Хочу тебе рассказать одну интересную историю В Германии двое пенсионеров сбежали из дома престарелых на рок-фестиваль И не просто рок-фестиваль, а фестиваль тяжелой музыки Ты представляешь? Дедушкам за 80 А они взяли... Ты знаешь, вот есть у человека мечта Вот у меня есть мечта попасть на концерт «Металлики» Если нас смотрит сейчас Джеймс Хэтфилд Дорогой мой, пригласи меня, пожалуйста, на свой концерт Мне хочется И если мне попадется в 70 лет возможность попасть на концерт «Металлики» Ты тоже сбежишь из дома престарелых? Надеюсь, что, конечно, мои дети не отправят меня Дом престарелых это было бы очень стрёмно Но я сбегу откуда-нибудь из другого места, без разницы Вот эти, в общем, два дедушки ушли где-то в обед Обнаружили их в три часа ночи на этом фестивале И как пишет, да, сообщает Deutsche Welle Они были дезориентированы и ошеломлены Но не хотели покидать мероприятие Их оттуда пришлось утягивать Понравилось дедушкам на фестивале Вот у нас 18-го числа будет в парке проходить фестиваль «Зато урок» Бабушки, дедушки, мы вас приглашаем Никто вас оттуда выгонять не будет Знал ли ты, что в нашей стране проходил конкурс На самое смешное название населенного пункта? А не знал? Теперь поведай мне Я даже боюсь представить Я просто знаю несколько замечательных названий у некоторых деревьев Это один из сервисов, которые продают билеты Не будем его называть, чтобы не было рекламы В своей группе ВКонтакте я устроил опрос Чтобы определить самые нелепые и смешные названия городов Несколько месяцев люди кидали свои названия За эти названия голосовали И ты знаешь, какой населенный пункт победил? Внимание! Деревня Чуваки в Фермском крае Чуваки! Блин, вообще мне кажется, это круто жить в деревне, где эти чуваки называются Ты куда? В чуваках, да А кто там живет? Чуваки Чуваки Там живут чуваки Дальше интереснее Второе место досталось селу Мошонки в Калужской области Мошонки Именно, Мошонки То есть не одна Мошонка Правды ради я скажу, что никакого отношения к физиологии это название не имеет У него другие корни Можно легко почувствовать деревню Кирилл, у тебя очень буйная фантазия Ладно, третье место деревня Варварина Гайка Варварина Гайка? Да, это в Саратовской области Среди принимавших участия в последнем туре голосования Также оказались деревня Колбаса Деревня Большой Смердяч Там Смердячи Или Смерды Деревня Жадиный Деревня Кура-Ц-Ц Кура-Ц-Ц? Да И город Дно Ты знаешь, что сейчас можно, нужно очень внимательно следить за своими постами Вот кобелей, чуваков, мошонку, мошонки и прочие веселые слова постить можно А вот за некоторые картинки тебя могут посадить Очень неприятно, на мой взгляд, такое социальное современное явление Когда людей начинают привлекать, сейчас внимание, уголовную ответственность Не просто к административной, к штрафу Да, 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 лишение свободы От уголовной ответственности до пяти лет, кстати, статья это предусматривает За то, что люди ставят лайки под фотографиями в соцсетях Лайки, репосты, сохраненочки Причем, насколько я знаю, то, что ты сохранил в закрытом альбоме Можно в соцсетях закрывать эти альбомы Это не дает тебе никакой гарантии Того, что они не склонны Что не привлекут Да, и вот это вот громкое дело Марии Матузной Мария Матузная Да, из Барнаула Насколько я знаю, это старая ее страница Она ее делала когда-то в молодости И думать про нее уже забыла И одним прекрасным утром Она в Твиттере прям все это описывает К ней пришли И она, я, говорит, думала вначале это какая-то шутка А потом поняла, что все серьезно И у нее суд должен был быть 6 августа Ну, чтобы люди понимали У Марии были картинки, связанные с небольшим религиозным подтекстом Да, ей инкриминируется оскорбление чувств верующих Но точно так же экстремизм Потому что она занесена в список экстремистов У нее заблокированы карты банковские Потому что она якобы спонсирует террористов Ну, конечно, тут Барнаул вообще в этом смысле очень странный Там прямо пачками, пачками, да Там прямо, это не первый случай для Барнаула Да и вообще хочется сказать о том, что Все чаще и чаще в новостях появляются сообщения о том, что В аккаунте 2004 года у какого-нибудь популярного человека Известного там продюсера оказались какие-нибудь российские шутешечки Все, человеку карьеру просто напрочь портится Поэтому, друзья, реально зачистите все, что было Котики, вот самое оно Мы вспомним опять инстаграм Кирилла Фитнес, котики, еда Фитнес, котики, еда, да Это отличное решение Нужно быть внимательным Кстати говоря, мейл-групп, уж простите мне, тут это не реклама Мейл-групп выступил против этого закона, да, отменить Этот закон не то, что отменить, а амнистию дать всем тем, кто действительно сел просто за лайк Потому что иногда приходят, сотрудники полиции приходят к тем, кто документальное фото, например, лайкает Да, времен Великой Отечественной войны, где свастика нарисована И их подписывают под этот же закон А у меня, знаешь, как бывает, я тоже надо следить за собой Я открываю инстаграм, и я не глядя просто ставлю лайк, 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 лайк Ну, просто... Вот как она ставится лайк Не глядя, да Теперь я буду внимательней А, кстати, да, про инстаграм и про это модное явление сторис Вот мы-то следим за тем, что в наших инстаграмах А вот Министерства обороны, похоже, нет Да, это очищая ситуация Ты видел эту сторис? Ну-ка расскажи нам, что там было Я не видел непосредственно самого сториса Для тех, кто не знает, сторис — это когда записывается видео, и оно держит сутки, по-моему Сутки, да Сутки Так вот, в официальном аккаунте в инстаграме Министерства обороны Российской Федерации Появилась обнаженочка Представляете? Ну, естественно, как бы она такая была полуприкрыта Но, тем не менее, была обнаженочка Естественно, блогеры это заметили Те, кто подписаны на этот инстаграм, отзаметили А кто там был-то, Кирюш? Женщина Ну, слава богу, хоть не мужчина Я даже подумал, что слава богу, что женщина Ну, а помнишь историю с сайтом нашего Саровского УВД Полугодовой давности? Какие-то хакеры когда подглумились И, в общем-то, это слово нельзя говорить в эфире Ну, там были не совсем приличные изображения Но спустя несколько месяцев, по-моему, этот вопрос решался Сейчас... Месяцев в УВД! Ну, сейчас все, слава богу, хорошо Ну, и на десертик, Кирюша Давай поговорим с тобой про подарки чиновникам Запрещено дарить подарки чиновникам? Нет В Нижнем Новгороде чиновникам можно делать подарки До 40 тысяч, это не будет считаться взяткой Законами ограничена стоимость подарков Стоимость презента до 3 тысяч рублей Она не считается взяткой Вот ты, ну, решил матрешку какую-нибудь подарить Коробку конфет, книжечку, да, брелочек, что-нибудь До 3 тысяч рублей это не считается взяткой Свыше 3 тысяч рублей это уже коррупция И наказание как для дарящего, так и для принимающего Но глава города Владимир Панов Решил увеличить стоимость презента с 3 до 40 тысяч Вот сейчас все, да, вот сейчас все возле экрана вот так сделали Вообще, конечно, это очень неприятная ситуация Когда приходится кому-то что-то дарить, чтобы решить свои какие-то вопросы Жизненно необходимые Я предлагаю узнать у наших горожан, какие подарки чиновникам они считают уместными А что взяткой? Леночка, выясни, пожалуйста Погнали На какую сумму, вы считаете, можно подарить подарок, а какая уже это свыше, это считается взяткой? Наверное, 3 тысяч На 500 рублей им достаточно Все зависит от статуса чиновника По положению, мне кажется, не более 3 тысяч, наверное, рублей полагается на подарки Свыше 3 тысяч, по-моему, считается взяткой По внутренним ощущениям вообще, мне кажется, подарки вообще дарить не стоит Цветы или конфеты, как обычно Шоколадочка Шоколадочка по акции Супер Отличный подарок У нас чиновники берут шоколадки Вы серьезно думаете, что они шоколадки берут? Я бы ответил на этот вопрос, но работа, где я работаю, не позволяет мне комментировать данный ваш вопрос 50 тысяч максимум, приемлемо Ну, если честно, вообще, как бы, против подарков Нашу любимую чиновнику Пускай работают свою зарплату Мне же никто ничего не дарит, вот им тоже ничего не надо А к нашему соседскому вай-фаю тем временем подключилась директор Саровской драмы Марина Першина Марин, привет Здрасте Марина Владимировна, пятерочку Дэнс Кирюш, давай свой театральный пароль Итак, сегодня пароль от нашего вай-фая Готов? Примадонна Опа, что, как сложно-то Ну, по-английски и с регистром не забудьте поиграть Ну, а поговорим мы о сезоне театральном для начала, который нас ждет уже совсем скоро Меньше месяца, да, осталось до старта, билеты вот-вот поступят в продажу С чего стартуем? Какая премьера? Опять ее ставит уже известный нам режиссер, да? Да, открываем сезон 7 сентября, пятница И начнем мы с легкой комедии положений Сумасшедшая квартирка Вообще, как это происходит? Момент Весь коллектив собирается со всеми актерами Говорит, так, ребята, давайте сегодня вот войну и мир ставить не будем Давайте вот поставим вот веселую квартирку Или как это происходит? Да, как определяется репертуар? Выбор пьесы, спектакля Вообще, момент очень сложный Почему? Потому что должно совпасть очень много различных факторов Во-первых, пьеса, мнение за флита, режиссера, директора Пьеса должна разложиться на труппу, как вы понимаете Потому что должны быть герои, соответствовать тому, что у нас есть образы Мы должны уложиться и учесть все И интересно ли это будет и зрителю Интересно ли будет артистам Смогут ли все артисты в этом конкретном промежутке времени Репетировать и не уедут, например, куда-то на учебу Никто не заболеет в этот момент Никто там еще какие-то вещи не произойдут Да боже ж ты мой, как это все сложно Все сложно, но при самое-то главное Что все это нужно планировать Потому что муниципальное задание, а мы как муниципальное учреждение Работаем по муниципальному заданию, дает нам задание Например, 8 спектаклей Из них 4 малых, 4 больших и 2 еще кукольных И это нужно сразу на год распланировать А вообще что лучше заходит? Комедии, трагедии? Вот Водевиль вообще, мне кажется, зашел на ура Конечно, я понимаю, что это отдельная история Были отдельные финансы на него и все такое Отдельная история во многом Водевиль Во-первых, это очень массовый Во-вторых, большие финансовые вложения Поскольку много смен костюмов Но с другой стороны, ну как показывает практика В основном сегодня зритель чаще всего Хочет получать эмоции позитивные Отдыхать в театре Негативных нам в новостях хватает Да, и поэтому, конечно, Водевиль это такой легкий жанр Который, в принципе, нравится всем Обидно, когда, сделав такое большое полотно Вдруг по каким-то причинам ряд артистов Покидает нас Покидает, в смысле, уходит в другую театр? Да, в этом году мы столкнулись с этой проблемой Два артиста, на которых... Мальчик и девочка, на которой фактически был застроен репертуар Уехали в Москву Театром провинциальным Им, в принципе, нужно быть, как директору и руководителем театров Морально быть готовыми к тому, что вот эта текучка будет Потому что, ну, артисты, они же такие Им же хочется славы Им же хочется вот... Ну, да, ради чего тогда идти в театрами? Да, упы в зале, конечно Это совершенно однозначно Но в разных ситуациях Знаете, в чем сложность? Артист, как бы, должен предупредить За какой-то период Заранее, да И тогда мы, как бы, подстраховываемся Именно поэтому появляются двойные составы Ну, например, одну роль исполняют два В большом городе на одного конкретного артиста Меньше вообще ролей приходится Потому что одну пьесу в Москве можно играть весь год, весь сезон И всегда у тебя будет новый зритель А здесь мы соскучимся Именно это диктует то, что наша закрытость Опять наша вот эта вот Я не очень люблю вот эту вот нашу особенность Такая специфика города Накладывает то, что у нас очень много постановок И у нас очень быстро сменяется репертуар Шесть-семь показов, и спектакль сходит на нет Мы заложники огромного зала Огромной сцены И поэтому плавно хочется перейти к тому Что как нам нужна наша малая сцена Вот, вот И, кстати Что с малой сценой на данный момент? Обещают На финальной пресс-конференции Глава города обещал что-то там как-то предусмотреть Возможность финансирования Вот на моей памяти Вот на моей памяти Каждый раз нам все время обещают Чтобы я понимал То есть, грубо говоря, большая сцена остается для премьер Для приезжих Для крупных форм и для гастролеров Разные форматы еще спектакля А малая сцена отдается именно под спектакли Такие, ну, не знаю Прямо это все вседневные Представь, как это печально Да, выходят артисты Они готовятся, они выкладываются А в зале, ну, я не знаю, 50 человек Они в большом зале размазываются И есть ощущение, что ты на пустой зал играешь Да, и с точки зрения экономики, и с точки зрения, конечно, эмоциональности Да, потому что есть хорошие спектакли Неразвлекательного, скажем так, характера Такие всегда сложнее заходят на публику Ведь не надо забывать, что зрительская аудитория театра Она не так вообще велика Потому что театр не все воспринимают Это такое, ну, не массовое искусство Всего 4% это максимум от населения В принципе, ходят в театр 4%? 4% Это исследования российские, да? А по России? Ну, в целом в России 4% воспринимают театр Как вид искусства Регулярно туда приходят Я сколько себя помню Вот с молодых ногтей Я всегда везде читала Театр умирает На смену театру Его хоронят, по-моему, уже даже с начала прошлого века Ну, как телевизор появился Телевизор пришел, да Радио похоронит Телевизор похоронит Кино похоронит Интернет похоронит Но, как бы, театр все переживает Театр живет Но 4% Это же уже, ну, близко к смерти Нет, это не близко к смерти Это просто всегда так было Всегда эти 4% Нам приходится сегодня конкурировать Ну, в частности, в Сарове Не между театрами В этом разница Да А мы как раз конкурируем С интернетом Нам конкурировать Вообще безумно сложно У театра В труппе У артистов Особенно возрастных Вот осталось это Понимание Что вот мы особенные Нас вот должны Там, наверное, что-то не так Раз у нас вот неполный зал Или какие-то там вещи Да нет, просто время изменилось Сегодня у человека Такой выбор Как потратить свое время На отдых Ну, да Потому что его Катастрофически у всех мало И человек выбирает То ли он пойдет в театр То ли в кино То ли в интернете Скачает фильм Посмотрит Ну, может, как-то бороться Не знаю, за зрителя Говорить ему Идемте к нам Скидочки на билеты А вот как бороться, Кирилл? Смотри, у нас опять Сегодня я плохой ведущий Ну, бывает Зато я красивый Я все вот к печальному Опять у нас в очередной раз На федеральном уровне Урезают финансирование Такой статьи, как культура Ну, вот как Как конкурировать В рамках Вот в таких условиях Когда культуру просто зарезают И это не только театров касается Это музеев касается Да Это всего касается И вот тут Хотела бы вспомнить Выступление Михаила Казинника В Совете Федерации Прошлогоднее Год назад он выступил Он сказал Друзья мои Если мы культуру поставим На первое место И финансирование культуры На первое место То все изменится И болеть люди будут меньше И воевать будут меньше И жить мы будем лучше Но культуру надо поставить Во главу всего А у нас культуру зарезают Я бы даже не сказала Что ее зарезают Культуру свели Как и образование И медицин К услуге Вот до тех пор Пока культура Будет услугой Так и будет Ведь у нас Ведь понимаете Интересные вещи У нас показатели И в театре показатели То есть говорят Сколько должно быть Продано билетов Сколько должно быть Продано билетов Показатели должны Ежегодно расти То есть например Если бы И получается Из элитарного искусства Мы должны Вширпотребовать Мы должны становиться Масс-маркетом Почему? А потому что На комедию Идут лучше И чем проще сюжет Показатель будет расти Да И если бы Например Показателем Грубое слово Тоже совершенно Не подходит К искусству Тем более Что театр Это не просто Учреждение культуры А учреждение культуры Искусства Говорят там Эффективность Вот если бы эффективностью Были например Участие в фестивалях Да Награды Количество там наград То наверное Было бы немножко по-другому Но до тех пор Пока Ничего другого Не придумали Кроме как Количество проданных билетов Сегодня является Показателем эффективности Как и в банях например Да Все так и будет А вот эти вещи В последние годы С этим муниципальным заданием Когда мы вот От сих до сих Этот прирост Это нельзя Чтобы уменьшалось И совершенно Финансистам Невозможно объяснить Ну вы понимаете Что спектакль Может Хороший Но не пошло Ну как ты объяснишь Почему зритель не пошел Ну это же искусство Ну да Субъективно Во-первых Субъективно Во-вторых Каждый спектакль Мы же с вами понимаем Это живые люди Они не в записи Это не фильм Они каждый раз По-разному проигрывают И это каждый Фактически каждый спектакль Это что-то новое Неожиданное Вот этот момент Состоялся Единичная И все равно Штучная продукция И ее тоже загоняют В эти рамки А сейчас я верну Нас в позитивное русло Тем не менее Тем не менее Удается ставить Достойные спектакли Я была на многих Хотя здесь всего два года Но я была на многих Спектаклях И после некоторых Я уходила просто В состоянии Какой-то полнейшей Прострации Вот это же вот Ромео и Жанетта Я У меня внутри Было такое возмущение Что я все время Себя пыталась отрезвить Девочка Это спектакль Почему ты так возмущаешься По поводу того Что происходит на сцене Это не по-настоящему Успокойся И я снова завожусь Думаю Да что ж вы делаете Ну настолько он хорошо Был поставлен Вот сейчас говорю У меня мурашки Просто меня вывел Из состояния реальности Детский спектакль Про Белоснежку Да кстати Это просто что-то Что-то шедевральное Ну и Так не бывает Да Говорили мы о постановке Хорошо что такие отзывы Мы стараемся Белоснежка нравится И артистам И детям И детям И взрослым Всем заходят Да И сегодня вот этот Формат семейного показа А я убеждена Что на детские спектакли Все-таки дети В большей степени Должны ходить с родителями Не классами Сегодня Мы выбираем Такой материал Для того чтобы он был Интересен и детям И взрослым Точно такой же спектакль У нас Волшебник страны Оз Это тоже Семейный Дальше мы планируем В этом году Тоже опять же При поддержке Вот этой программы Театра малых городов Театра малых городов Да Который уже второй год И второй год нам дают Порядка 5,5 миллионов Там У нас что-то такое же Шедевральное Масштабное ждет Мы Да Мы хотим поставить Алиса Сорони чудес Ого Ждем 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 Вот это инсайт В нашей программе Значит Неоднозначный материал Не все вот так Даже книжку не все понимают Да Но Вы советские мультики Все смотрели же Да Про Алису Да Вот мне интересно Какое будет решение У режиссера спектакля Галины Зальцман Которая Ставила Мы ее знаем По «Сбитому дождем» Тоже хорошая постановка Да И У нас такой девичий будет там тандем Художник Катя Никитина Это та Которая ставила и Оза И Белоснежку И мне очень хочется Чтобы Алиса получилась такая вот Зрелищная Наполненная спецэффектами Ну И неожиданная Ну да Неожиданная Да Какая там будет сюжетная линия Что там Что будет делать герой Это конечно все На лодку Режиссер То ли она будет ставить Прям по книге То ли по мотивам Сегодня нужны какие-то новые решения Новые формы Интересные новые формы Да Сегодня развиваются совершенно другие формы Это так Ну например там У всех на слуху Уже там иммерсивный театр Когда вовлекаются Зрители в действо Мы будем пробовать Экспериментировать Но опять же Это будет в малой форме Да Мы уже хотим поставить И иммерсивный театр В том числе Когда зрители будут Участвовать в детстве Попробовать Хотя бы Да Мы хотим Мы хотим В юбилейный сезон Все-таки Сделать Целые Скажем Несколько читок Современных драматургов Есть своя аудитория Для этого Есть люди Которые готовы На это прийти Бесплатно Ну Само собой Да Потому что Это эксперимент Это тоже Один из форматов Сегодня Потому что Театр пытается Любыми способами Зрителя привлечь И на улицу Выходит И в магазины Но мы еще Как бы Вот не выходим Мы все-таки Хотим к себе Затащить А я Так как Время у нас Общение умолимо Подходит к концу Мы прервемся На главного Конкурента Нашего театра На интернет Узнаем Что у нас пишут В нашей глобальной сети Ну а потом Наша нетрадиционная рубрика Курсы евро и доллар Бьют майские рекорды А с увеличением НДС Нам грозит Не только повышение Цен на бензин И рост тарифов ЖКХ Ну и резкое подражание Колбасы За колбасу Очень обидно Но есть и хорошая новость Сотовые операторы Вроде как Отменяют Роминг по России Ну как отменяют Входящие звонки Станут бесплатными Лентач выложил На своем канале Потрясающую историю 26 июля В селе Холмец Тверской области Торжественно открыли Уличный фонарь На такое важное мероприятие Приехал сам глава Оленинского района Олег Дубов Правда Как рассказывают местные СМИ А район лишился Ночного освещения Тоже при Дубове Который руководит Здесь уже 22 года Местные жители Спросили главу Можно ли куда-нибудь Передвинуть фонарь Который освещает Нежилой дом В ответ Олег Дубов заявил Что это не их ума дело А на дальнейшие вопросы И просьбы не курить При детях Глава ответил просто Матом Сам глава района Назвал сложившуюся ситуацию Мини-майданом Пьяных дачников Говорит Что теперь жители села Должны будут делать Все своими силами Получится у них Значит молодцы Не получится Это их проблемы Между тем Издание Караван плюс я Напоминает Что это не первое Столь торжественное Открытие За время работы Дубова В 2016 году Он например Открыл помойку Тувинскую журналистку Задержали за пропаганду Нацизма ВКонтакте Как оказалось Еще в 2014 году Она разместила На своей странице Архивные фотографии Второй мировой Нет Вы не ослышались Архивные фотографии Второй мировой Впрочем Все обошлось Штрафом в 1000 рублей А вот уголовные дела Жители Алтайского края Продолжают набирать обороты Строитель может сесть За комикс С часами патриарха Кирилла Студента судит За мем С Джоном Сноу А 23-летней девушке Грозит 6 лет тюрьмы За фото с подписью Из Гоголя Тем временем Уполномоченный По правам человека В Алтайском крае Считает Что постоянное Открытие новых дел За экстремизм в регионе Свидетельствует О реальной работе Следственных органов Которые стали Уделять этой области Больше внимания И вообще Вы сами виноваты Гражданин нашей страны Стивен Сигал Назначен специальным Представителем МИД России По вопросам Российско-американских Гуманитарных связей В сообщении подчеркивается Что речь идет Об общественно-политической Должности Которая не предполагает Денежного вознаграждения То есть за даром По данным канала 360 ТВ Актер займется Реализацией проектов По двустороннему сотрудничеству В сфере культуры Искусства, науки и спорта На канале Esquire Появилась информация О том, что Роспотребнадзор Оштрафовал 44 московских Макдональдса На 5,5 миллионов рублей При этом рестораны Не закрывались Среди обнаруженных Нарушений Антисанитария Отсутствие Медицинских осмотров И необходимых Прививок у персонала Приятного аппетита И вот и она, Кирилл Твоя нетрадиционная рубрика Что ты подготовил Сегодня? Ну, на самом деле Для директора театра Ну, как мы могли Подготовить какую-то другую Третьего не дано Игра наша называется Поехали Гамлет или Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Кэмерон или Бёртон? Бёртон Скриптонит или Фейс? Скриптонит Батюшки Батюшки Я знаю, кто это О, Фейс уж слишком плохие песни Согласен Киселёв или Парфёнов? Парфёнов Как вообще можно спрашивать Об этом, Кирилл? Да, постоянно говорят Дудь или не дудь? Я про журналиста и блогера Дудь, дудь Спасибо большое Это был последний вопрос Ну и наши традиционные Селфи на память Зацени, Кирюша, мой новый чехольчик Блин, ты очень крутая А мне тоже новый чехольчик И все смотрим У-у-у Ну, а на этом Действие нашего соседского Wi-Fi подошло к концу Через неделю Мы снова увидимся с вами В этой студии И обсудим Новые интересные события На этом всё Пока-пока Всем пока Пока.